МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния программа Афиша. И я, ее ведущая, Елена Бочкарева. Прямо сейчас о наиболее заметных культурных событиях на завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областном театре драмы завтра вы сможете посмотреть современную историю Андрея Иванова «Божьи одуванчики». Режиссер, заслуженный деятель искусств Борис Горбачевский. Три безобидные дамы преклонного возраста решают устроить свою личную жизнь. Что из этого получилось, вы узнаете завтра в 19 часов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городской выставочный зал приглашает на фото-выставку «Чистая энергия». Это совместный интернациональный проект российского фотохудожника Леонида Тучнина и венгерского фотографа Винци Балинта. Работы авторов совершенно не похожи, но их объединяет одна идея – безопасная работа предприятий атомной энергетики. Выставка открыта с 10 до 19 часов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В музее-заповеднике Овстук завтра пройдет детский экологический праздник «Весна идет». Гости совершат интересную прогулку по парку Тючевской усадьбы, примут участие в закладке аптекарского огорода, узнают о лечебных растениях, научатся изготавливать из лозы плетение корзину-кломба для цветов. Начало в 11 часов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Киноиндустрия в нашем городе завтра будет представлена разнообразными фильмами, в том числе новинками. Американский боевик в стиле фэнтези «Белоснежка» и «Охотник-2» в формате 3D. Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. Лишь охотник не ведает страха. Сквозь зловещий лес он идет навстречу своей судьбе. В ролях Крис Хемсфорд, Эмили Бланц, Шарлиз Терон и другие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комедийный мультфильм производства Франции и Бельгии «Робинзон Круза» «Очень обитаемый остров». Жителям необитаемого острова, куда попадает главный герой, предстоит поближе познакомиться с незнакомым зверем, человеком, и вместе с ним пережить массу опасных и веселых приключений. Фантастический боевик производства США и Великобритании «Преступник». В отчаянной попытке остановить катастрофу мирового масштаба, генетики вживляют воспоминания и умения погибшего оперативника ЦРУ в тело опасного заключенного, с надеждой, что тот доведет до конца прерванную миссию. В ролях Кевин Костнер, Гарри Олтман и другие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Английская драма «Высотка». Элитная высотка – идеальная модель мира будущего. Здесь есть все для комфортной и роскошной жизни. Но зависть и соперничество постепенно разжигают открытую вражду между жителями высотки, заставляя забыть о законах морали. Американская приключенческая драма «Книга джунглей». Непримиримая борьба с опасным тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боевик совместного производства России и США «Хардкор». Прекрасная супружеская жизнь рядом с Эстель – это все, что помнит главный герой после того, как просыпается в неизвестной научной лаборатории. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Французская комедия «Пришельцы-3. Взятие Бастилии». В третьей части граф сооруженосцем отправляются в самое сложное для Франции время – период французской революции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комедийная драма производства Великобритании, США и Германии «Эдди Орел». Фильм повествует о трамплинисте Эдди по прозвищу «Орел». Он прославился тем, что на всех соревнованиях занимал последние места. Российская драма «Коробка». Для главного героя Кости уличный футбол – целая жизнь. Однажды его команда сталкивается на коробке с чужой компанией. Теперь это не просто игра, это война. Американский фантастический триллер «Кловерфильд-10». После автомобильной аварии девушка оказывается в подвале человека, который утверждает, что спас ей жизнь от химической атаки, которая сделала мир за пределами бункера непригодным для жизни. Российский триллер «Маршрут построен». Семейная пара покупает автомобиль, в котором произошло убийство, и на нем отправляется в ночную поездку в другой город. Драма совместного производства Норвегии, Франции, Дании и США громче, чем бомбы. Спустя несколько лет после гибели военного фотографа Изабель Рид, ее семья находит новую информацию об истинных причинах ее смерти. Американский фантастический боевик «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости в формате 3D. Пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны, друг с другом возникает новая угроза для человечества. 15 апреля во многих странах мира отмечается Международный день культуры. Культура в переводе санскрита дословно означает почитание света. Другими словами, стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Идея проведения Всемирного дня культуры принадлежит выдающемуся художнику Николаю Рериху. В культуре он видел основу единения людей разных национальностей и вероисповеданий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин